Сейчас я выключу этот звук. Гитлер. Поляки оккупировали территорию? Так скажем, присоединенными к Российской Федерации. Путин сейчас на низком ставке. Раби в дораю, не пускают. Здравствуй. Здравствуйте. Сейчас я выключу этот звук. Подожди. Никуда не убегаю, я тут. Как она? Отлично. Если бы не вы, то было бы легче. Легче было бы? Легче было бы, да. Но мы и так справляемся, научились. Тьфу-тьфу-тьфу. А теперь новая на пасть. Паспорта раздают. Абсолютно не новая, вообще ничего нового. Что-то такого. Уже 70 человек, ну или около 70. Кто последний из диктаторов раздавал паспорта в Европе на оккупированных территориях? Я не в курсе. Гитлер. Да. Поэтому как бы история повторяется. Не слышал такого. История повторяется. Ты выдумываешь прямо на ходу. Аус-Вайс вы раздавали. Аус-Вайс. Это те же самые аус-Вайсы. Новые. Нового образца. С 40-х годов никто в Европе не раздавал паспорта, не выбирал территории. Я вас тоже знаю. Ты фантазируешь прямо на ходу. Фантазер. Поэтому история повторяется уже как фарс, как трагедия. Я не знаю, для кого как. Для вас как она повторяется? Как фарс или как трагедия? Я уже смотрю на это. Ну, уже некоторые вещи просто очень смешны. Ты и поляков тоже приравниваешь. Каких поляков? Которые тоже паспорта раздают. Поляки оккупировали территорию? А мы что, оккупировали территорию? Конечно. Ну, не болтай. Какая же это оккупация? Ну, так какая какая есть. Это присоединение. А, нет, это смотрите. Это когда вы что-то экспроприируете. Это называется экспроприация. А для того человека, у которого вы экспроприировали что-то, да, какое-то там зерно, это называется грабеж. А по факту это одно и то же. Для вас это присоединение. А если вы, например, вышли и присоединили к себе на улице чей-то автомобиль, то это же не грабеж, не угон автомобиля. Говорят, я его не угонял. Я его присоединил к своему парку, автопарку. У меня теперь их было 20, стало 21. Вот автомобиль. Я его не угонял, просто присоединил. А воля людей на территории? Воля людей каких? На этой территории, которую... Ну, я жил на этой территории. Я вынужденно покинул эту территорию. Таких, как я, 2 миллиона человек. Ну, а подавляющее большинство... Подождите, что делать со мной? Изъявили свою волю. Вы мне расскажите, что делать со мной? Ну, вы когда собирались, так скажем, присоединять, вы думали, что делать со мной и с такими, как я? Ну, конечно, единого мнения быть не может, абсолютно единого. Не бывает. Я спрашиваю... Не бывает в природе. Вот, Вера, что со мной делать? Как вы думали, что делать с теми, кто не захочет быть, так скажем, присоединенными к Российской Федерации? Что с нами вы собирались сделать? Ну, ничего подобного, что вы собираетесь делать в Донбассе... Стоп, 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 стоп. Вы что собирались с нами делать? Да и что? Я гражданин Украины. У меня паспорт гражданин Украины. Как жил бы на территории Крыма, так и жил бы. Я жил на территории Луганска. А Луганск мы не присоединяем. А зачем же вы тогда паспорта там раздаете? Паспорта? Ага. Я думаю, что Путин сейчас на низком ставке. Скоро будет принуждение к миру. А-а-а, скоро будет. В четырнадцатом году не было, а скоро... То есть вы собираетесь перейти в наступление, я так понимаю? Ну, какое наступление? Что такое принуждение к миру? Классные новые фразы, правда? Принуждение к миру, присоединение, вот этот новый словарь российского современного языка. Война это мир, война это мир, мир это война. Мы никогда не воевали со стазией, и вот опять. Никогда такого не было, и вот оно снова. Какие вы забавные, какие вы забавные. Конечно, вам не нравится, когда вас обзывают гопниками, оккупантами, страной-агрессором. Когда на вас все страны мира накладывают санкции, все те, кто более-менее... Прямо все страны мира. Прямо все страны мира. Вы меня перебили, я сказал. По крайней мере, те, кто более-менее развит и может себе это позволить. А ты себя считаешь развитым или недоразвитым? Конечно. Я могу вам узнать простой вопрос. Ну-ну. Как вы думаете, почему происходит смена времен года на планете Земля? Простой вопрос. Почему происходит смена времен года на планете Земля? Почему у вас летом сейчас жарко, а зимой холодно? Земля вращается вокруг Солнца. Как часто она вращается вокруг Солнца? Полный оборот за 365 дней. И как это связано с тем, что меняется температура? Ну ладно, хватит уже. Я тебе правильно сказал? Я тебе правильно сказал? Я вас обожаю. Я тебе правильно сказал? Мы сейчас будем, блядь, это... Я вам ответил на ваш вопрос. Являюсь ли я более развитым, чем я? К вашему сожалению, к моей радости, да, являюсь. Не, ну ты себя считаешь развитым, да? Я еще раз вам говорю. А почему ты бели в свои страны? Вашей страны б une tarde? Развитые, недоразвитые? Более развятые. Ваша страна развитая или недоразвитая? Вам нужно приложить лед. Я... Слышишь, Андрей? Слышу. Ваша страна развитая или недоразвитая? Ведь смотрите, два представителя... Развитые. Я вам доказываю, это легко. Два представителя разных стран сейчас ведут диалог на экране для зрителей. Я как представитель Украины, вы как представитель России. Кто из нас более развит? Я, конечно. Почему? Вы не знаете, почему происходит смена времен года на планете Земля. Зато я знаю, почему крымчане присоединились. А, присоединились. Присоединились. Смотрите, в русском языке приставка си или ся означает себя. То есть присоединить себя. Они себя не присоединяли. Андрей, ты знаешь, о чем занимаешься? Знаю. Балтологией. Нет, я занимаюсь информационной войной с Российской Федерацией. На вашей же территории. Самое настоящее. На вашей же территории. И это классно у меня получается. Это не очень, не совсем. Отлично. Далеко не совсем. Очень часто у тебя не хватает аргументов. Давайте сделаем такой эксперимент. И тебе все сложнее защищать свою власть. Обалдеть. И все сложнее. Обалдеть. Давайте сделаем свой простой эксперимент. Вашу дебильную власть тебе все сложнее защищать. Понял. Давайте сделаем простой эксперимент. Вы обратитесь сейчас к зрителям, чтобы они написали комментарии. Вот согласны ли они с вами или нет. И посмотрим, что напишут зрители. И позовете своих россиян. В том числе ответить на этот вопрос в комментариях к этому видео. По поводу чего согласны. По поводу кто развит, кто не развит. Ну это ты начал такой разговор. Развитые страны, неразвитые страны. Вы спросили у меня, развит ли я более чем вы. Я вам доказал, что... Я имею ввиду вашу страну. Но если я как представитель страны развит более чем вы, соответственно, можно сделать вывод, что и страна... А почему ты так решил, что ты более развит? Ну потому что вы не знаете элементарных вещей, россияне. Что значит... Блин, элементарно. Ну почему... Я вас не забираю с тобой заниматься бортовой, понимаешь? Понимаю, да. Это тяжело. А я хочу поговорить с тобой по существу. А что у вас на футболочке написано? Я коллекционирую надписи. Опять начинается футболочка. Розовая. Я не знаю с моей футболочкой. Ну розовая футболочка всегда интересна. Не, ну а дети, я знаю с моей футболочкой. Я коллекционирую. Какие аргументы ты начинаешь про футболки разговаривать. Я коллекционирую надписи на футболках. Я уже слышал эту историю. Ты не в целом раз задаешь такие. У вас серф написано. Что это означает? Ты мне задаешь уже второй раз такие вопросы. Почему именно такая? Так у меня кончаются аргументы, ты начинаешь разговаривать по футболку. Знаете, какая у меня футболка? Знаете, что у меня написано на футболке, кстати? Не написано, а нарисовано. Написано, зашифровано. Буква В, видите? В. Вот буква О, получается О. Вот буква Л. И буква Я. И получается ВОЛЯ, если прочесть. ВОЛЯ зашифрована в нашем украинском гербе, зашифровано слово ВОЛЯ. А на футболках часто пишут АБО ВОЛЯ, АБО СМЕРТЬ. Или пишут еще РАБИВ ДО РАЮ, НЕ ПУСКАЮТЬ. А у вас что на футболке написано? Я не читал. Вот это не говорит ли о том, что вы не настолько развиты, что даже не в состоянии прочесть надпись на своей футболке? Нужно же развиваться. Но ты мне на первой футболке не смог прочитать мою надпись. Ты сам не смог прочитать. А вы, когда вы... И на этой футболке меня спрашиваешь. Верно. Что на ней надпись? Я ж не вижу, у вас обрезается, я ж не вижу. Не видишь, да? Не вижу, да. Ну, надень еще одни очки. Надень. Нужно быть развитым человеком и говорить слово надень. Очки нельзя одеть. Развивайте свой русский язык, географию развивайте. Глядишь, потом превратитесь в раздревский язык. Я разумею украинскую мову. У меня не дуже вона восканавливана, украинская мова. Я разумею украинскую мову. Вы, а когда я такая потребляю... Как получится, так и болтаете. Якщо мне не потребляю разумею украинскую, я разумею украинскую. У вас в украинской мове даже нету каких-то нормативов, понимаешь? Как сказал, так сказал. Каких нормативов? Разных языковых нормативов. У вас есть ко мне вопросы? Конечно. Давайте. Ну, как ты думаешь, война будет до победного конца? Да, война будет до победного конца. Войны не заканчиваются никогда ничем. Войны, все войны мира заканчивались победой, поражением, либо подписанием мирного какого-то договора. Но на условиях... Когда планируешь на фронт? Ну, передовой. Я не могу эту информацию вам озвучить. Запомняешься. Это секретная информация. Мы сказали, ее не озвучивать. Но я не могу озвучивать, это зашифрованное. Но ты в курсе, что уже россияне получают... Ой, то есть... Мы по кругу пошли. Вы мне об этом сообщили, и мы с вами уже... Дай мысль закончить. Ты в курсе, что украинцы получают уже российские паспорта, уже реально. Сейчас на территории Луганска... Вам нужно еще... Около 70 человек... Понял. Вам нужно память развивать. Память. Граждан россиян, понимаешь? Понимаю. Вам нужно память развивать. Она у вас как у гупика. Это такая рыбка есть маленькая. А память у вас очень короткая. Причем тут память? Че опять не так? Потому что вы 10 минут назад мне об этом рассказали. Мы это с вами обсудили. Я тебе расскажу. Ты не перебил. Ага. Гупики. Реально натуральные. Высокоразвитая цивилизация. План Зеленского. Какой план Зеленского? Есть какой-то план у него? Вот я смотрю на фотографию и не знаю, есть у него план. Может, есть. Напишите, как вы думаете, есть ли план или нет. Потому что вот это вот все, что сейчас в информационном поле, это просто весь сплошной поток информационного поля. Все будут воеваты. Хочешь ты цего, чинни. Просто кажали на Михайлова. Это не так. Это неправда. Не будут все воевать. Никогда такого не было, чтобы все воевали. Никогда. Тем более, не такого не было, чтобы вот так вот взять и заставить всех тех, кто не хочет воевать. Это не выход из ситуации. Так не работает. Все будут воевать. Я говорю, нет, не будут все воевать. Это типа, понимаете, параллельные прямые не пересекаются. Это не факт. Ты что, слышишь, Лобачевский? Самый умный тут или что? План Зеленского дожить до марта. Причем, Алина Михайлова заявила, что воеватимут все, независимо от того, хоть людина цьего или нет. Водночас, наразі, ще є можливість обрати, с кем поруч ты воеватимешь. Мовится про батальон, або роту, где можно усвідомить свою ценность, как людина. И что это означает? То есть, в некоторых батальонах, або ротах можно усвідомить свою ценность, как людина, а в других – нет. То есть, там нет в тебе ценности, как людина. Что за маячня? Для чего такую херню морозить людям? Для чего? Что это означает? Всюди вси повинні усвідомлювати ценность людини, как людини. Бо це і є найвища соціальна ценность в державе України. Шикарный выбор. То есть, ты можешь сегодня выбрать, кем ты будешь? Только что публикуют. Вот же. Досвідченых операторов дронов. 74-та бригада кинули на штурм в якості пехоти. Вони загинули. Что вы в роте, что можно выбрать? Нельзя выбрать. Стратегия должна быть другой. И сегодня появляются вот эти видео. Я не знаю, кто этот человек. Но этих видео становятся больше. Великий Львиви там. Я не знаю, кто он. Без понятия. Вообще не знаю. Возможно, вы там не напишите. Да ты что, Луганский? Это там же. Я не знаю, кто этот человек. Напишите, кто он. Я не знаю. Честно, никогда его не видел. Но мнение вот таких, как выражает этот человек, все больше и больше. Я смотрелся передачу Великий Львів. И там військовому доказывал, можно владець, ну, это представник влади в таких вячках, доказывал ему, за что ему воювати. Він рассказывал військовому, який воює, за что ему воювати. И, виходить, мы маємо воювати не за наші ценности духовні, припустимо, так, не за свободи наші, так, не за права конституційні, так. Мы маємо воювати за землю. И он впервся так рогом и рассказывал, мы воювати маємо за землю, за свою, за какую свою, за чью свою землю, где же у нас земля? Вы же ее продали, разобрали. Если у вас есть земля, то воюйте и идите за ней. А чому вы нам рассказываете, за что мы маємо воювати? И вы эту пропаганду ведете на всех сегодня каналах про то, что нам не нужны никакие свободы, никакие ценности, никакая гидность нам не нужна. Никакие конституционные права не нужны, их нужно закрыть во время войны, а идти воювати за землю, за рибли. Так и что это за кино, так? А где же земля? Чому же вы ее продали, разбазарили, понабирали себе тьей земли, не наистеся никак. И рассказываете нам, что мы маємо идти воювати за вашу землю, за ваши заводы, пароходы, то, что вы накрали. У пири. Вопрос, который я поднимал давным-давно, задавал простой вопрос. У людей должно быть понимание, и это диалог власти и общества, понимание ради чего воевать. То есть воевать за что? При этом я никогда не говорил, что не за что. Типа, то за что там воевать? Воевать не за что. И речь не об этом. Просто общественный договор должен быть прост. Воевать нужно, должна быть какая-то цель. И задачи поставлены. Какая цель? За что? Опять, еще раз, я не говорю, что не за что. Я спрашиваю, за что? Потому что это разный вид общественного договора. И разный вид поведения людей, общества, власти. Если за земли, за границей 91-го года, то нужно вводить расстрельные команды и заградотряды. Нужно проводить облавы в центре города на рынке, просто забирая людей сотнями. Потому что это будет более эффективно сегодня. Потому что если воевать не за свободу, не за демократические ценности, не за права человека, не за свободное общество и свободное государство с верховенством права, то тогда нужно использовать уже довольно известные в истории эффективные методы ведения войны. Так воевал Совок, Советский Союз. Так воевала Гитлеровская Германия. Чуть более цивилизованная в плане мобилизации. Но тем не менее. Все равно и один преступный режим, и второй преступный режим. И они это делали очень эффективно. Берете их методы, переносите в современные и вперед. СМЕРШ можно ввести. Заградотряды, НКВД, все вот это вот все. Дозначьте Кашулинского в НКВД работать, в СМЕРШ. Он же будет это делать с удовольствием. Поиск врагов народа на сегодняшний день там ухэлянтьев. Просто слово поменялось, а суть не меняется. Такая же точно. Конфисковывать у них имущество. Ну и так далее. Вот это вот все. Средневековые. В Средневековье были не только такие правила, но и пытки были. Давайте все вернем. Все взад как было уже. Зачем нам это развитие нескольких столетий? Просто если воевать за свободу, за верховенство права, за в целом достоинство и права, то тогда и вид действий, стратегия ваша и тактика и вот эти вот задачи, которые стоят, да они другие. Тогда невозможно такое унижение людей. Тогда невозможно такие методы. Понимаете? Суть этого в том, чтобы определить за что, ради чего. Если за землю исключительно, ну вот физически за землю, за землю, за землю, за квадратные километры, метры, за пахотную землю, вот это вот все. За совок, вышневы, беляхаты. Тогда нужно ужесточать. Тогда можно вводить расстрел, высшую меру наказания, ну и так далее. Есть более эффективные, чем то, что сегодня используются методы. Все зависит от цели. Если одна цель, то и одни действия и механизмы. И другая цель, другие механизмы. Вот и все, вот и вся задача. Я про это говорил давно и сегодня повторяю. За землю, возможно, тогда Поворознюк, не к ночи будет упомянут, мог бы организовать свою ЧВК. Деньги у него для этого есть, возможности есть. Нашел бы и пикапы, и дроны бы закупил, и людей бы нанял, потому что у него есть земля. И все остальные латифундисты по факту, которые настоящие. Ну то есть не по документам, а те, кто владеет этой землей. Такие, как в Луганской области, гапочка, да, и кто в курсе, тот в курсе. Вот такие люди, когда день едешь, чья земля? Его. Второй день едешь, и только на третий день, как писали наши классики. Тогда они, когда воюют за свою землю, нанимайте ЧВК, нанимайте казаков, наемников, тех, кто умеет воевать, обеспечивайте их необходимым. И это и касается Ахметова, у которого огромный бизнес, у него огромное количество денег. И тогда, возможно, Ахметов бы не покупал для шахтера за 15 миллионов очередного бразильского игрока. А, возможно, на 15 миллионов бы нанял бы еще людей, каких-то наемников, для того, чтобы защищать свой собственный бизнес, свои активы, землю, предприятия, фабрики, заводы. Возможно, это касалось бы Пинчука, это касалось бы Порошенко, Коломойского и всех очень богатых людей, которые бы кто-то самостоятельно, кто-то в общине с другими, в объединении с другими, формировали бы ту защитную реакцию государства, которая должна быть, если речь идет об этом. Но ведь земли у людей нет, и вы ее даже не обещаете тем, кто сегодня идет в армию, тех, кого вы насильно забираете в бусик, вы что и землю пообещали? Или у них есть возможность ее получить? Как не было, так и нет. Они как были нищие, так сегодня нищими остаются. То есть наловили игрочку Сиев и сделайте вы из них казаков. Там он по тому игрочку Сиев, потому и никогда в армии не служил и боится. Вот же он гречку Сиев, все. Но он не казак. Вам нужны казаки, наймите казаков. Андрей, чем Влада так хочешь, чтобы украинцы повертались? Хиба именно все одно, как на все, в принципе. Главное, хочет податки, при всем может и упаковать их в бусик. Потому что людей рассматривать сегодня как ресурс, и в этом ошибка. Я считаю, что в этом есть... Вот я когда в Твиттере, Телеграме пишу про национальную катастрофу, Я не имею в виду фронт или действия на фронте или войну. Я имею в виду изменения общественного договора, где украинское государство относится сегодня, и части общества, которые поддерживают сегодня действия государства, относятся к людям, к своим же согражданам, к своим гражданам, как к ресурсу, как к чему-то неживому. Ну, типа, вот мешки с цементом, вот трубы какие-то, вот штукатурка, вот кирпич, вот люди. Сколько тебе надо кирпича? 10 тысяч штук. Бери кирпич, так, людей тебе сколько нужно? Людей дай штук 200, 200-250, держи. Так, и цемента. Ну, цемента мало, цемента много дать не могу. Или это люди? У них есть достоинства, у них есть честь, у них есть свобода. Это не ресурсы, это не крепостные, их нельзя продавать, обменивать, нельзя проводить переговоры. Никакие, вообще нельзя проводить никакие переговоры, ни с какими странами мира, ни с Европейским Союзом, ни с Африканскими странами, ни с Канадой, ни с Соединенными Штатами, ни с Азией, ни с какими. Про то, чтобы они каким-то образом ущемляли, прищемляли украинцев. Единственная цель всех этих переговоров, может быть только так, там наши, помогите им, пожалуйста. А вы могли бы еще чем-то помочь? А давайте совместно придумаем, как им сделать школу, как сделать так, чтобы была какая-то, если уже сегодня какая-то появляется диаспора, чтобы было какое-то объединение, чтобы помочь людям, психологическая поддержка какая-то и так далее. Единственной задачей властей сегодня может быть только помощь украинцам за границей, как и написано в Конституции. А то, что сегодня делает власть, вызывает такое отторжение у людей к государству, которое потом в годах будет измеряться. Люди не то чтобы обижены, они злятся на свою родину, на свое государство. Типа, суки, вы и так нас тогда кинули, и еще и здесь на палки в колеса подставляете. Но это украинцы, понимаете? Это не слабые люди. Украинцы люди активные и сильные. На это действие, как будто бы оно такое односторонно, будет противодействие. И потом, спустя годы, будут программы репатриации, будут просить людей возвращаться. Они говорят, я помню, как вы меня в тиссе поймали, когда мне надо было к семье. Когда жена рожала, сложные роды, маленький ребенок сам остался. А вы меня не выпускали, и что мне делать? Темные века. Да, Украина потихонечку. А потом не потихонечку. Потихонечку это было год назад, когда мы начали с вами про это говорить. А сегодня вот так уже с огромной скоростью, превышая все возможные космические скорости, уже десятую космическую скорость превышая, Украина катится в обратную сторону, в сторону деградации в средние века. Ежедневные новости, вдруг, если вам интересно. Официальное видео о Держприкордонслужбе. Где такие, Луганский, ты монтируешь? Я не монтирую эти видео. Вот эту музычку я не накладывал. Это музычка с официального канала Держприкордонслужбы Украины. Вот это вот. Трех, еще трех крепостных поймали на границе. Они хотели уплыть на волю в Румынии. Вот, смотрите, с собачками, с оружием. Их задерживают на границе. Лодка, спасательные жилеты, все такое. И видео сделал, монтировал не я. Ночная охота, сафари. Давайте у них отнимем имущество. Ну, давайте. Логично. Почему люди бегут? Так, там была законность. Там не было столько свободы. Вот тут я с вами согласен. Смотрите, какая штука. Свободы там гораздо было меньше, чем сегодня. Я думаю, что вы преувеличиваете. Но был закон. Законности было больше. Порядка было больше. Закона было больше. Закона. Вот это вот что сейчас? Это что? Как к ним применять выволыкание? То есть, их выгнать, что у них нет больше чести, достоинства, короче. Все, с позором их выгнать. Ну, скажи им, давай мы вас выгоним с позором. Они говорят, так а что вы молчали? Зачем нас ловить, чтобы выгнать с позором? Давайте сразу нас выгоняете с позором. В Африку поедете. Хорошо, он в Африку поедет. Просто у нас еще со времен Совка, вот это вот Африка, короче, Азия. Поедете в Африку, короче. Как будто бы там сегодня, в Африке, люди голодают. Посмотрите, как живет Алжир. Найдите там людей, которые вот живут на 40 долларов. Посмотрите, как живет столица Алжира. Выгоните этих людей в Алжир, в Африку. Пусть едут. Вы думаете, они откажутся? То есть, непонятно, какое ваше желание, чтобы эти люди остались? Или чтобы их выгнать? Выгоните их. Они не против. Понимаете, какая штука? Они не против. Это получается, как братец-кролик и братец-лист. Только меня в терновый куст не бросай. Чего ты боишься? Я боюсь, чтобы меня не выгнали из Украины. Хорошо, мы тебя выгоним из Украины. Вот тебе кину в терновый куст. Мне подобается, что одни нас хочут выгнати. Инши хочут, чтобы нас повернули. Никто не думает. Если завтра они смогут протокнуть в отмену выплат и так далее. Что они разумеют? Что повернутся теки тех, кто не працюет. А инши найдут. Я думаю, что там они не знают. Пойдите, какая штука. В чем я возмущаюсь? Почему меня так бомбит от этих видео, от этого всего? Потому что они не знают, что делать. Вот с этим парнем, что делать? Вот он, этот парень. Вот он. Его, понятно, ну вы понимаете, что с ним произошло. Его поймали. Хуже того, ему еще наверняка пришьют статью про незаконное пересечение границы. Хотя его на ЖД вокзале взяли. Ну типа, ну ты же хотел? Ну он скажет, хотел. Ну все, виноват, держи. Все, административка тебе. Штраф заплатишь. Его бусифицировали. Что вы хотите с ним сделать, с этим парнем? Что вы от него хотите? Чтобы он с позором выгнать его из страны? Или чтобы наоборот он остался? Они не знают. Не знают, что... Ну они не знают, чего они хотят. Что делать с людьми, которые боятся воевать? Вот он, например, предположим. Я не знаю этого парня. Я не знаю его из страны. Но предположим, он хотел уехать из страны. Боится. Он не хочет воевать. При этом, при всем, ему нет еще 25 даже там, 27 лет, чтобы его мобилизовать. Но вы его не выпускаете. Вся родня его за границей. Что вы от него хотите? Что он должен сделать? По-вашему. И все. Вот только ты такой вопрос задаешь, и все. И они начинают пеной сходить. Они плюются. Они такие. За незаконное ношение Конституции, я думаю, что он получил. И довольно серьезно там где-то. А потому его уже несколько дней найти не могут. А потом люди записывают видео, как Ярослава Горшкова, что пропадают люди. Куда пропадают люди? Вот туда они и пропадают. Незаконное ношение Конституции. Это какая статья? Расскажите мне, пожалуйста. По какой статье нужно отвечать? За незаконное ношение Конституции. Оказывается, заявляет вице-премьер-министр, с пытанией европейской и евроатлантичной интеграции. У нас это заместитель премьер-министра. Это один из руководителей государства. Это не она на фотографии, на всякий случай. Если вдруг вы... Это не она. Но это говорящая фотография, правда? Что говорит эта женщина? Как можно в голове, чтобы у вас возник голос, при этом при всем, что голос не звучит, что вы его сами внутри в себе воспроизвели, как это называется. Один из руководителей государства, вице-премьер-министр. То есть, вот премьер-министр, это вице-премьер-министр. То есть, это главнее, чем министр. Это типа вообще по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. То есть, интеграции в Европейский Союз и в НАТО. Ольга Стефанишина. Она заявляет следующее прямым текстом. И это пиздец такое заявление, понимаете? Реально. Я читаю такие вещи. Это типа, ёб вашу мать. Так как же так можно? Вице-премьер-министр заявляет. Украинская влада не мает прямой позиции про то, что украинцы, которые втекли за кадром от войны, должны повторяться назад. Поэтому они должны указать помощь. А какая у вас позиция, если она не прямая? То какая у вас? Это типа в нас не прямая позиция. А яка? Кривая позиция. Что это означает? Что украинская влада не мает прямой позиции про то, что украинцы, которые втекли за кордон от войны, мают повторяться назад. Что это означает? Какой-то пиздец. Из них никто не читал Конституцию. Никто. Она уже затерлась, книга. Никто ее не читал. 25-я статья Конституции. Прямый обувь язык державы. Украина гарантует пеклувание тазаха своим громадянам, которые пребывают за ними жамы. Как это? У власти нет прямой позиции. А какая у вас позиция? Кривая? Какая? Скрытая? Извилистая? Подождите. А представитель офиса президента Лещенко? Он не власть? А то, о чем заявляют западные СМИ, которым я сегодня доверяю, потому что украинскими я не доверяю. Западные СМИ, которые пишут о том, что политика, которая дипломатическая, направление движения политики со стороны Украины, это давление на европейские страны, чтобы Европа как-то высылала, причем это не приводит ни к чему и вызывает удивление со стороны европейских политиков. Типа, вы что? А прямая это когда? У нас такой прямой позиции нет. А когда прямая будет, это что, вы будете призывать людей убивать? Что такое прямая позиция? Что за пиздец? Вы что? Что эта женщина говорит? Вот фотография же подобрана, не зря. Да как? Можно такое взять и сморозить, когда ты вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции? А что ты сделала для евроатлантической интеграции? Для чего ты нужен как вице-премьер-министр? Для чего нужна такая должность? Для чего Ольга Стефанишна нам нужна? Если это евроатлантическая интеграция, и не пахнет, и вот не вот столечко. Правительство нет позиции. Правительство не знает, что делать. Это означает, ребята, что плана никакого нет, и позиции у них нет, и что дальше нас ждет, непонятно.